Всем привет! Это программа «Умняшки». В разгаре самая горячая пора года. Ребята, а что самое любимое занятие? Какое самое любимое занятие? Плаванье. Плаванье летом, да? Да. Вы любите плавать? Да. Умеете? Да. А кто вас научил? Расскажите мне. Мне брат Женя научил. А где он тебя учил? На басе. Ну а тебя кто научил плавать? Даша. Даша. А кто такая Даша? Это моя сестричка. Хорошо. А Кристину кто учил? Елена Васильевна. Елена Васильевна это кто? Учительная по плаванию. Учительница по плаванию? Да? Она в садике вас учит плавать? Да. А кто из вас ездил на море? Я. Все ездили? Да. Ну вспомните, расскажите что-нибудь самое интересное, что вы на море видели. Мне... Я видела золотую рыбку. Рыбку в море прям? А я... И желание загадала? Да. Какое? Чтобы у меня аквариум с золотыми рыбками. И чтобы ты каждая загадывала желание? А я нашел в море золото. Золото. Настоящее. А я тоже нашла в море золотую рыбку. Я заказала у меня, чтобы у меня в шкафу висело платье. И вот я дома просыпалась. Для этого шкафа у меня там много красивого платья висит. Да? На день рождения? Да. Да? Ну хорошо. Ребята, расскажите, на море или на озеро, или на речку можно ходить одним? Нет. Только? С родителями. С родителями. Это самое важное правило, которое должен помнить каждый ребенок. Без взрослых ни на озеро, ни на речку ходить нельзя. Можно утонуть. Далеко заплыть утонуть. Да, можно даже недалеко заплыть. Можно упасть. А я знаю, куда можно упасть. В дыру в воде. В какую дыру? Глубокую. Да? Да, мы с папой не упали. И что? Нас брат спас. На воде надо быть очень осторожными. А еще мы там нашли блестящий меч. В воде? И что вы с ним сделали? Он был огненный, и мы грелись в огне. Фантастика. Ребят, ну а кто еще расскажет что-нибудь интересное про плавание? Кристина. Там глубоко ходила и там ныряла. Куда ходила нырять? Глубоко и ныряла. А кто тебе разрешил глубоко нырять? Папа. Папа? Это твой главный тренер? А он за тобой следил в этот момент? Да. Папе нужно быть очень внимательным, чтобы не потерять такое сокровище. Ребят, ну а сейчас я предлагаю вам прерваться на минуточку и узнать, что же нам расскажут наши самые маленькие телезрители о безопасности на воде. Смотрим рубрику «Дети говорят». Меня мама намазывает кремом, чтобы я не загорела и пахла вкусно. Нельзя без специальных жилетов или на рукавников заходить в воду. А если вы не умеете плавать, то только со взрослыми. Ты пойдешь один, даже если ты ребенок, тогда ты можешь в воде глубоко зайдешь. А если ты не взял вот этот, который крутится на воде, парашют, ну или как там, круг воздушный, и тогда ты можешь точно утонуть. И один раз я на берегу, недалеко, под воду залезла, и меня там рыба за ногу схватила. Я потом ногой трясла, и она уплыла потом. Куда плывем? В Америку или за кораллы? В эфире программа «Умняшки», и мы продолжаем говорить о купании, о плавании и о безопасности на воде. Ребят, вы знаете, какие самые главные правила нужно соблюдать, когда ходишь на речку, на озеро или на любой водоем? Как себя нужно вести, Фрось? Нужно смотреть вниз, чтобы не упасть. Нужно обязательно смотреть вниз, всегда нужно смотреть под ноги, правильно? Да. Хорошо. Кристина, что хотела сказать? Я хотела сказать, что нельзя очень глубоко идти. Очень глубоко заходить в воду нельзя, да? Да. Аначе, может, может, мы можем утонуть, а потом мы можем утонуть. Да, конечно, это очень страшно. А почему мы можем потерять воздух, иначе могут рыбу съесть? Да. Ещё нельзя заходить в море, когда идёт большая волна. Конечно, нельзя. Если оно слишком холодное. В очень холодную воду заходить нельзя. Почему? Или в горячую воду. Или в горячую воду. Или в горячую воду нельзя. В горячую. Ну, в море такой воды не бывает горячей, чтобы уж ошпариться. Только прохладненькая бывает. Да. А можно долго купаться? Нет. Почему? Можно носить на море солнечные удары. Поэтому нужно носить что? Головные уборы. Правильно. Головные уборы. И шляпки. Да. А на берегу бывает много разных колючих предметов, может быть, если грязно. Коктус. Можно уколоваться. И поэтому нужно что на ножки надевать? Ботинки. Шлёпанцы или тапочки. Удобные, чтобы ноги не поранить. Будь здорова. Спасибо. Ребят, а если кто-то плохо плавать умеет, что нужно с собой брать? На речку или на узел? Спасательный крюк. А то можно утромить. Спасательный жилет. Правильно. На рукавники. На рукавники. А у вас у всех есть на рукавники, жилеты, матрасы? У меня есть только круг. У меня ничего нет. Я плаваю под водой, не тону. А кто тебе так разрешил плавать под водой? Плодителем. Ты хорошо плаваешь под водой? Да. Долго? Закрываешь нос и поплывай? Нет, у меня нос открыт. Я просто держу дыхание, а глаза у меня под водой открыты. Ну что, ребята, сейчас я вам предлагаю поиграть в одну весёлую игру. Мы будем с вами создавать свой водоём. Хотите? Да. Играем в игру «Создай свой водоём». Правила игры такие. Девочки, готовы меня слушать? Да. Значит, первая девочка и первый мальчик. Берут стаканчик, набирают воду и аккуратненько, аккуратненько, чтобы не пролить ни одной капли, несут и выливают её вот сюда. Возвращается, отдаёт стаканчик, следующий, следующий делает то же самое. То же самое мальчики делают, да? Моё, грустно. У кого больше всего воды окажется в этой тарелочке, у того будет самый большой водоём. И та команда победит. Понятно? Да. На старт. Внимание. Марш! Помним, что лить надо аккуратно и быстро. Давайте, 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 давайте. А-а-а, в Африке реки вот такой ширины. А-а-а, в Африке горы вот такой ушины. А-а-а, проходила бегемоты. А-а-а, обезьяну кошелоты. А-а-а, и зелёный попугай. А-а-а, и зелёный попугай. Всё, закончили. И первые. Итак, ну что я хочу вам сказать, ребята? Девочки были вторыми, мальчики были первыми, но девочки чуть-чуть аккуратнее сделали. Поэтому победила дружба. Ну что, ребята, о чём мы сегодня с вами разговаривали в программе? О плавании. О воде. О воде. И ещё о чём? Чтоб не утонуть. Правильно, о плавании и о безопасности, да? И аккуратности. Да. Правильно, молодцы, ребят. В следующей программе мы обязательно продолжим эту тему и поговорим и о плавании, и о безопасности, и даже попробуем поплавать в бассейне. Плыть по морю голубому, помогать в беде любому, видеть солнце облака, в этом счастье моряка. Ну а сегодня это была программа Умняшки. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова